Если я попрошу тебя представить себя Я, наверное, представлю так, как мне Мне бы хотелось, чтобы было Это, наверное, самое мое Одно, это то, что я хочу, а второе, что я считаю достижением Я бы сказал, что Жаров Алексей Стендап-комик и неплохой отец Но не самый лучший человек Вот так Я над этим работаю сильно С 25 лет Чем, чтобы быть хорошим человеком? Да, началось взросление у меня тогда Я понял свои все поступки, анализировал очень сильно До сих пор с этим справляюсь, пытаюсь Все, что делаю, короче, все обдумывать А как? Это вот 8 лет я уже Потому что потом Как-то все осознание приходит попозже Было много А как ты меряешь, хороший человек или плохой? Это абсолютно просто по книжкам Мы с тобой уже на одних и тех же книжках учились Те же фильмы смотрели советские Там все доступно, предельно понятно Там же не надо выдумывать ничего То есть я в выражениях раньше был Не стеснялся в выражениях Не стеснялся в поведении в своем Даже в каком-то аморальном иногда Очень часто И вот с 25 лет Что-то я не помню, что произошло Это даже не со времен свадьбы моей Я женился в 23 В 25 меня что-то щелкнуло И я подумал, что Я как будто бы в какие-то кармы начал верить Я не верю в эту штуку Но как бы вот само пришло Типа надо вести себя по-другому Анализировать свои слова Что говоришь, как с людьми себя ведешь Потому что все возвращается Абсолютно, по-любому И вот постепенно К 33 годам намного лучше Я стал, чем был раньше Я думаю Но не идеальный Вообще далеко Нет, я просто пытаюсь понять Что для тебя хороший человек Какой-то это Ну короче, другом надо быть, во-первых, хорошим Это тяжело очень, дружить Это целая работа Раньше я так не думал Хотя с дружбой у меня проблем не было В отношениях я абсолютно по-свински Себя раньше вел У меня были девушки до жены Ну это даже Это не то, чтобы Наверное, нельзя рассказывать Это вообще, это ужас Это мы с тобой посидим Я тебе расскажу Ты скажешь, да, это действительно ужас Это не надо даже людям Вот В этом отношении С дружбой сильных не было моментов Ну в поведении в своем Все, мне кажется, это спорт давал Я раньше много занимался А чем ты занимался? Карате, боксом занимался Лет 10 в совокупности спортом Ну с детства я ходил вообще везде По всяким там Легкоатлетика, баян Везде по чуть-чуть И вот зацепило только эти два Долго им посвятило Там и круг общения был То есть ты говоришь о том, что Хороший человек это тот, который дружит Ну да, это вообще нет Не только который дружит В совокупности Любит правильно, дружит правильно В обществе себя ведет нормально Это А что значит нормально? Ну вот мы Сейчас объясню Давай тебе В моем понимании есть Я вот ты сейчас сказал Про хорошего человека Я четко для себя, наверное, понимаю Что все-таки Что такое хороший человек? Ну короче Тяжело же иногда Говорить людям правду, да? Даже незнакомым И иногда ее не надо говорить А чтобы Проще всего там Обидеть человека Сказать ему правду Мы все это знаем И вот иногда где-то надо промолчать А где-то ее сказать Вот с незнакомыми людьми Чаще всего лучше промолчать Чтоб человека не обидеть Лучше его узнать Понять проблему А не говорить ему сразу Ну ты говно Ты дебил там Или ты мало зарабатываешь Вот такие вот, знаешь, вещи Которые могут ударить Раньше я этого не стеснялся И только дай мне Слабое место Только дай Просто как собака Я их чуял Давил на них С людьми незнакомыми Знакомыми Мне это очень не нравилось Ну не нравится сейчас Тогда я думал Это круто А это все какое-то ребячество Знаешь, детское Потом ты сталкиваешься С людьми постарше Которые тебя самого могут Ткнуть носом вокруг И ты этого не замечаешь И начинаешь меняться Вот я не помню Был у меня такой момент Или нет Но Но как-то это произошло Короче А мне кажется, что знаешь Что хороший человек Это Наверное, я бы так это Описал для себя Это искренний Честный Настоящий Который не врет Самому себе Который отвечает За свои слова И Прежде всего Он пытается Вокруг себя Изменить мир Чтобы мир поменял его Возможно Это выглядит Как цитата из ВК Вот Это она Это она Это она, да Ты уже пошел К тому, что ты хороший человек Ты можешь себя назвать Хорошим человеком? Ну сейчас Ну больше хорош Чем плохой Точно сейчас Есть определен Ну это же мерится По поступкам То есть я к своим друзьям Ну я считаю, что я много делаю Для этого К семье своей Тоже считаю, что делаю Многое Но не все Ну то есть не на сто процентов Но это тяжело просто Отучиться, когда ты Когда ты Когда легко ожилось так А тут надо над собой работать А ты сказал еще о том, что Ты занимался боксом Десять лет карате Это в совокупности В совокупности Я не так занимался Боксом и карате Но меня в большей степени Знаешь, что Я когда думал о том О чем мы с тобой сегодня Будем разговаривать И я Очевидно понимал О том, что ты из находки И у меня всегда Твой образ складывался От человека Из какого-то криминального Знаешь, кино Вот ты какой-то тип Который там вот Всегда у меня в голове Такое складывалось Учитывая, что ты Периодически скидываешь Мне как-то убиваешь Свиней в центре города Ну это было Я хотел попробовать Убить что-то живое Ну тогда не знаю Мне казалось это А что Мужик должен И рыбачить И свинью заколоть И грибов насобирать Я думаю Я свинью не убивал Меня позвали еще Говорит Убей свинью Я еще и убивал ее Напильником Я думал там будет Ну что-то Приспособление Мне говорят Вот напильник Он с другого конца острый Надо попасть Говорит Свинье С одного удара Иначе ей будет больно И мы Говорит Ее держать будем долго Ну она привязана была К забору Одной стороной Это было Короче Я когда это сделал Я потом все осознал Думал Бля Все больше никогда Ну недавно я ездил Опять свинью Я тебе скидывал Но я уже убивал ее Не я Я ее резал Но она уже мертвая была И я А не я Кто-нибудь другой Там я был белой вороной Там стояли дети Я тебе клянусь Я такого не видел никогда Вот умерла свинья Вот она упала Умерла свинья И стояли две девочки Вот 3-4 года И 5 максимум лет Второе Одна меньше У другого вот так Чуть-чуть больше Они вот так стояли Прыгали на месте У свиньи говорит Дай-дай-дай Я не понимаю Чего они просят Стоит батя Вот такие у него Руки грязные Какой-то мужик там Да щас Да щас Ну они дай-дай-дай-дай Вот она падает Он берет газовую горелку Начинает вот так Жечь уши свиньи Вот так обжигает От волос уши До черного Обжигает вот так Ножом Черное смазывает Отрезает ухо одно Второе Окунает в соль И дети вот так прыгают Я думаю Нет Это же не то Чем я думаю Окунает их в соль Дает им по уху И они такие И начинают вот так Есть сырое ухо Вот при мне Хрустеть хрящами Ухо Я стою думаю Я Ну вот как Вот Как поворот не туда Дети вот Вот маленькие дети Это не за чупать Я думаю Чупа-чупс Если я им покажу Че будет Или шоколадку им дашь Они ну Не у человека могут убить Мне кажется Находка Это вообще жесткий город? Да нет Хороший город Ну он был жесткий Я имею ввиду Не с точки зрения Его инфраструктуры Там То есть вот Люди которые там живут Это же портовый город Все-таки И жизнь там Непростая Да Пираты и кабары Да Она непростая Скажем так И люди Безусловно там есть Хорошие приятные люди И в целом Даже и ребята Которые работают в порту Это хорошие приятные люди Но они Как бы Они достаточно жесткие Жесткие с точки зрения жизни Вот как ты рассказываешь Про Этих девочек Которые уши Свинные едят Это тебе Дало какой-то Определенный оттенок Это воспитало тебя иначе Ну это в самом начале было Да Про что я говорил С некоторыми вещами я боролся То есть у нас были районные стрелки На которые надо было ходить Надо было уметь Типа клево бы Неплохо драться Уметь было Такие были приоритеты в детстве Но типа клево драться Прикольно Если ты материшься Интересно Ну и Что еще Интересно материшься Восьмиуголку Ну ты там наблюдаешь Когда за старшиками Они хоп Там использовали что-то Ты такой думаешь Вот это Это успешные люди Вот эти восьмиуголках Люди которые Уделяют на тюрьму Это успешный человек То есть у меня был Одноклассник У которого на полном серьезе Была мечта Он говорит Сейчас школу закончим Или говорит Не закончу Сяду За что-нибудь А потом выйду И буду за район отвечать Я говорю В смысле Это ну Я у него спросил Какая у тебя мечта Он говорит Сесть Выйти И отвечать за район Мечта Сесть Выйти И отвечать за район Мечта Ну там хотя бы Много денег И в принципе Зачем отвечать за район Даже не за город Отвечать за район Ну то есть Кто вот И там такие были Ну такой был круг От него Были и позитивные моменты Хорошие А ты первый И негативные Вот с которыми приходится Ну уже сейчас Конечно Такого нету А ты первую свою драку Осознанную помнишь Вот там Ну то есть Очевидно же Что в таком обществе Когда ты растешь Что там все решается Вот такими Методами Осознанную драку Ну это в садике было Вообще Если вот прям драку Ну садик Был тип мелкий Не такая Который меня бил Ну в смысле Я не выигрывал Он меня бил Я почему-то боялся Его ударить Он меня бил Максим звали Маленький Такой меньше У меня был на голову Он меня бил Всегда шугал Я прям его боялся Короче не мог его ударить А потом Я уже в школе был В классе восьмом А он рост там Опять был меньше И я уже там Вообще ничего не боялся И я его побил Я помнил Как ты решился на это? Я прям помнил Про садик Я прям с такой С такой фразой Помнишь ты меня В садике пиздил И отпиздил его Просто Вот вообще Мы не общались Не виделись Просто отпиздил его за домом Вот вообще Ни привет Ни здравствуй А последнюю драку свою Помнишь? Когда ты последнюю драку Ну такую прям драку Прям драку Не знаю Где ты ударил человека Да была Я после этого не дрался Уже много лет И не дерусь никогда При ней присутствовала Жена моя Брат был Еще тоже В Находке Есть клуб Я в нем работал И Мы стояли у бара Я Мой брат И жена моя Сколько лет назад Ты был? Ну 5-7 Если я там работал Не Ну Больше семи Я думаю Ну короче Я 8 лет живу Во Владе Тогда я жил в Находке Соответственно Больше восьми Ну короче Мы стоим у бара Втроем Я Жена Мой брат Подходит тип Пьяный друг его И он подходит Толкается Я говорю Аккуратней Девушка Он брату говорит Ты девушка Брату А у меня Они выходят Он Тот кто провоцировал И его товарищ Товарищ был более трезвый И короче Тот кто провоцировал Начинает разговаривать Я Дениса оттягиваю Потому что я знаю Хорошо брата своего Он бы просто Их тоже начал бить Он не типа там убийца Но он Это делает нормально То есть он бы не стал Стесняться Разговаривать сильно с ними Я их начинаю разнимать Второй Начинает борзеть И помню фразу Он мне говорит Ты Пидорас Я ему говорю Ты пидорас Вот так И мы стоим Крыльцо небольшое И там брусчатка Ну знаешь да Брусчатка обычная Кафельная Ты пидорас И я в моменте Даже не думая о том Что я буду драться Просто на какой-то инерции Вот так со всей силы Бью ему И попадаю Ну стаканчиком В бороду Ровно аккуратно Вот так вот И он прям Я прям вижу В глазах Как он потухает Вот прям Когда гаснет свет Если бывало в нокдаунах Видно что человек Он потухает И я прям вижу Как он начинает падать Он падает И ударяется Об плитку головой Я прям слышу Такой звук И вот Как в кино Вот так вот Лужа Крови За затылком Вот так тык И вот так быстро Расплывается И он Не реагирует Ни на что Он просто закрытые глаза И он не дышит Друг такой Ты чё Тот кто провоцировал Это не с ним случилось Тот кто заступался Тоже пьяненький Но не сильно Потрезвее И он Ты чё Ты чё Он начинает нагибаться Я тоже нагибаюсь Я слышу Он не дышит Он говорит Он не дышит Может он и дышал Но мы не чувствовали Не дышит И девка Откуда у меня монолог Помнишь Андрей Андрей Не бейте Андрей И начинает баба орать Говорит Это Жаров Это я его знаю Это Жаров Его ударил Он его Убил Вот так Я стою в метре Все молчали Он его убил 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 И фамилию мою Жаль Убил Стоит жена моя Я белый Я никогда Наверное в жизни Так ничего Не Мне так страшно Стало Мне так стало страшно Мне так Меня трясёт Я нагибаюсь Говорю Ты чего там Ты чего Его вот так вот А он вообще не реагирует Вот он лежит Уже минута Он не реагирует Просто Вот эта кровь И это Вот всегда Она не затыкается И я всё Я встал Там давайте скорую Вызывают скорую Он лежит Он не встаёт Я А он был пьяный? Да Я вообще Я посидел точно В этот момент Если можно было видеть Я короче так Не пугался ничего Я сразу понял Что всё Вот сейчас был момент Я сразу прокрутил в голове Вот это тот момент Когда Я слышу истории Жил пацан Просто типа ударил и сел У меня в голове Просто типа ударил и сел У меня вот это в голове Просто ударил и сел Вот тут чисто тип Упал неудачно и сел Я вот такие ситуации знаю И всё И вот тут он открывает глаза Через вот какое-то время Ты открываешь глаза Я его прям на руки беру И несу его в клуб Мою ему под раковины голову Он говорит Да всё И мы говорим Бля Я ему говорю Извини пожалуйста Я ему там чуть ли не родной Дорогой Я так был рад Что он жив Я так был рад Я ему мою голову Под раковину Он говорит Да нормально бывает Я говорю Ну ты тоже не прав Он говорит Да конечно Всё купи мне лодки Просто и нормально Я говорю Да-да конечно Я тебе куплю всё Что ты хочешь Я говорю Ну давай сейчас поедешь домой Я тебе с собой дам Я вызвал такси Посадил его И не спал ещё два дня Я реально не спал Я прям не спал ночами Я вот так сидел И ждал Что мне позвонят Скажут Он дома умер Он пришёл домой У него что-то голова болела Болела и умер А он не писал ни заявления Ничего Я его больше никогда не видел Ну что он умер Прикинь Он умер реально Просто он один жил Прикинь Блядь Или нет Он Это та свинья Которую ты заколал В маске Его одели Сказали Кали Да Ну короче Я его никогда не видел Вот я Это был удар Который я потом сказал Я с тех пор У меня были ситуации Когда можно было подраться Я Даже это смотрелось Со стороны Что я съезжаю С драки Типа Как лох Может быть Я веду У нас так принято Гритёчек Там его оскорбили Я всегда с них сливался С тех пор Я не дрался Ну типа полноценно Как-то знаешь Когда вот прям Драка Не было таких ситуаций Я всегда говорю Была драка В которой тебя побили Да Конечно много раз Я же Нет Не было Я всегда выигрывал Ну Да было Но по мне не видно У меня нос поломан В трёх местах У меня вот здесь шрам В глаз Часто это происходило Ну раньше да У меня вот тут торчала кость В находке Ты знаешь какой город Вот так торчит кость В клубе мне опизданули в нос Я заступился за друга Который спиздил Как оказалось телефон Я вообще нахуй вмазался в это Я думаю Потом выяснилось Мне в драке тип ударил Сломал нос Вот так торчит кость в глаз Я еду Чуть балдой Опять же с Даймонда С нашего клуба Приезжаю в трампункт Долблюсь Мне не открывают Четыре утра уже Четыре двадцать Не открывают Открывается окошко Я говорю У меня вот Закрывается окошко Я стою Говорит Сейчас слышу Открывается окошко Мне дают таблетки Я говорю Какие-то много таблетки У меня вот так кость торчит Вот сюда Говорит Все А мы что-то там Почему-то не принимаем Типа прям Практически мне говорят Иди нахуй Так зло Потому что я разбудил И я вот так вот себе Вот так вот Справляю нос И с тех пор он у меня Вот такой формы И у меня не дышит он вообще У меня дышит как-то там Двадцать или тридцать процентов Одной ноздри И я все не мог записаться К врачу Прости Я в гуляете Прости Я все не мог записаться К врачу И типа ну ходил и ходил А нос Ну всю жизнь растет Знаешь Я прям чувствую Короче Вот я чувствую Что он растет У меня хрящ Натягивает уже ноздрю Реально Типа ну становится больно Я думаю Что можно сделать Сейчас операцию Я записался Этим летом Ходил на обследование Мне говорят Запишись Встань в очередь Что тебе говорят То же самое сделают Я встал в очередь И вот у меня в августе Операция будет Следующего августа Будут ломать нос Наконец-то я буду дышать Мне сказали Влияет на сердце Влияет на Я этим ухом Плохо слышу И как выяснилось Я думал я глохну Пошел на это Мне сказали Это из-за носа Ухо, горло, нос Все связано Оказывается Я не слышу почти Им тоже плохо И сказали Все из-за носа Надо делать нос Потом уже проверять уши Вот Ну и вот Получал конечно Будут тебе девочки ждать Когда эти уши А? Девочки тебе будут На операции Которые хотят уши Какие я просыпаюсь Они твои уши Они едят Твои уши Ой Я теперь об этом буду думать После операции Руки поломаны Тоже из-за этого Все из-за этого Я сейчас нормально Ничего особо там И сделать там где-то не могу То есть Раньше когда ты молодой Быстро заживалась А сейчас Я вот чувствую Там на руки встую Или потягиваться Я нормально Могу мешать руки болеть Вот здесь ёжиком поломаны Здесь ёжиком поломаны Это три Это четыре раза И вот Ну а у тебя Вот этот же адреналин Выделяется Все-таки в драке Когда у тебя было такое Что ты чувствовал Какую-то радость Ну не знаю Неправильная радость Ну не радость Какие-то такие положительные эмоции Что-то типа эйфории Такой странной Ты ничего Знаешь Ты когда боли не чувствуешь Ты в драке Ты такой В моменте Ты как в оболочке В какой-то Клёво Короче Ну это в соревнованиях Можно все использовать Ты использовал? Ну в соревнованиях Ну когда-то да Когда-то нет Когда-то ты не попадаешь в волну Вот когда Если ты смотришь Там бои какие-то Говорит Я сегодня не был с собой Не мог поймать волну Ты не поймал волну Ты выходишь И вот в руках В ногах Что-то все не так Ты не в эйфории Получаешь просто Люлей У меня были вообще ситуации странные Когда человек был больше И я понимал Что все Сейчас мне Колотят будку Будь здоров Было наоборот И когда был человек меньше Ведь не получалось Выхватывал Ну а сейчас что должно произойти Чтоб ты снова подрался? Я максимально ухожу Я говорю У меня очень большой страх С тех пор Я спрашиваю Что должно произойти Чтоб ты прямо Ну не знаю Ты ударил голову С женой с моей Что-то кто-то Что-то может быть Прям И то Ситуация Если в словах Можно и поговорить Но с ребенком Очень мало надо Чтобы я начал драться Даже сейчас Если что-то ей там Сделать Это кстати Я думаю Что это проблема Ее надо прорабатывать Психологом Скорее всего Я не могу Когда она ноет Когда ее толкают На горке Я думаю Я сейчас подойду Тебя просто отпизжу Вот И когда родители На это не реагируют Я стою и думаю Или родители Вот Есть еще невменяемые родители Я таких не понимаю Я дочери Всегда свою оттягиваю Если она забирает Игрушку Я говорю Нельзя брать Забираю А есть такие Которые вообще Ну типа нормы Песок в глаза Вот я рассказывал Вот есть один Ублюдок Который бросает Песок в глаза Мать ничего с этим Не делает Я думаю Ну это же Ненормально Ну наверное Касаемо семьи Типа там Дочери Ну типа Если ее Обзовут Или причинят Какой-то Боль Прикинь Да Какой-нибудь там Взрослый человек Берет что-то Что он может Сделать такого Чтобы ты Обзовет Если он как-то Ее неприятно Обзовет Ты как бы Поговоришь с ним Ну да Попытаешься его Как-то словами убедить Что он не прав В том Что он это сделал Попросить его извиниться А что должно произойти Чтобы ты его ударил Ну я не знаю Не хочу Если подзатыльника Он даст ей Да я точно ударю Точно ударишь Да? Конечно А если Ну представь У тебя сейчас появилась дочь Представь Ты стоишь на улице Незнакомый мужчина Особенно мужчина Бабу наверное Ну девушку Женщину Я не могу себе представить Чтобы я ударил женщину Даже после подзатыльника Дочери Я ни разу в жизни Не бил девочек Никогда Ни разу даже Вот просто Но Вот представь Вот у тебя дочь сейчас есть Мужчина берет И вот так Вот Вот майка голова Ну да Ну вот представил Это сложно представить Да 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 конечно Что бы не сделал ребенок Я это и хотел У тебя узнать Потому что я знаю Твое отношение к дочери И у нас с тобой В этом плане Они совпадают Что Появление дочери Это вообще Как будто бы Отдельный мир какой-то Да Абсолютно И понимаю тебя Что ты Как бы Его Определенным образом Охраняешь Этот мир Ну а если Ситуация В которой Твоя дочь Ударит Какого-то Маленького ребенка Он упадет Не знаю Там допустим Разобьет себе нос Будет плакать И подойдет Его Отец Этого ребенка И ударит Ей подзатыльника Да ну все равно Ну как Можно подойти И взрослому Ударить ребенка Как Ну конечно Ну как на это реагировать А то что она толкнула Он разбил нос Мы моделируем Да Это же бывает Вот в садике Я наблюдал Как мою дочь толкают Да Как ее ударяют Я смотрю И то Оно все переворачивается Чуть-чуть так дергается Ну Это дети Они между собой Что-то там как-то Ну подходить Взрослому И что мне надо было Подойти в садике И детей там Обмудохать всех Я понял тебя Нет конечно А что для тебя дочь Леш Ну Можешь мне рассказать Блин Ну такие вопросы Как будто у нас Этот С Анфисой Чеховой Ну прости Если он некоррект Или непрощенно Да нет Не то чтобы Просто я не знаю Как на него Знаешь на такой вопрос Хочется красиво ответить Что для тебя дочь сказать Ну я дочь все Ну типа Странно Это для меня Большой спектр Это очень большой Она сильно Поменяла жизнь В принципе Ускорила процесс Своего совершенствования Даже для себя И не знаю Это мне надо вот Сесть подумать Я не так быстро Может быть Формулирую Но для меня Это очень сильно Для меня это сильно Короче Все поменяло Она конечно Безусловно Главный человек В жизни Есть конечно Мама Есть жена Но все равно Дочь почему-то Главнее них Все равно Вообще жена Да Я говорил уже про это Если взять Древо Мне Из родственников Только дочь Жена Нам же не кровный Родственник с тобой Да если так подумать Она мне про жена Она спросила Ну не спросила Говорит вот так Вот кто ближе Я говорю Ну мы с ней родня По крови А ты нам с дочерью Никто По факту Ну это шутки конечно Ты пытаешься Ну Ей что-то передать То Что у тебя не получилось Или что ты делал Неправильно Или это пока еще Не тот возраст Вообще не тот возраст Ну не тот возраст Вообще И Я по своему пониманию Как думаю Должна девочка себя вести Пытаюсь ей это все Ну дать То есть я всегда с ней играю Я очень иногда устую Не хочу Типа прыгаем с ней Бегаем Ну чтобы она не грустила У меня есть мнение Что типа Пацану Все равно как-то проще Когда у тебя мальчик Типа пацана надо Чуть жестче воспитывать Для отца это немного тяжелее Когда у тебя дочь Потому что Дочка для папы Как я считаю Вот у нас С дочерью там Она на мне Я чувствую Ездит Она вот при мне Может поныть При Ане нет Потому что я ей Все разрешаю Потому что девочку Как будто надо баловать Ну типа вот Мне не нравится иногда Когда я вижу Когда молодая девчонка Сильно работает Видел да Когда кажется Что девочка Не должна сильно работать Вот когда сильно И вот хочется Чтобы она так не делала Что у нее что-то было Кем бы ты хотел Чтобы дочь стала Я хотел бы Чтобы она стала актрисой Или певицей Я считаю Что когда девочка Красиво поет Мне вообще В девушках Очень голос нравится Голос для меня Вообще важный И у нее все К этому предпосылки есть Она прям показывает Что прям Или певица Или актриса Ну вы уже Я бы сам хотел Просто я сам хотел Стать актером Но тогда В находке Я мог Я в находке Пошел поступать В демку На рефрижератора Короче И мне не хватило Одного балла По русскому На бесплатное А тогда Не было денег У нас ну вообще То есть там Точно если не бесплатное Иди отдыхай У меня интересная история Кстати Расскажу тебе Сказать? Да конечно Я заканчиваю девятый класс У меня был класс В котором ходило Восемь человек на уроки А числилось человек Тринадцать Восемь ходило Я был один из них И я из них был один Который еще неплохо учился Там просто ужас Был Некоторые люди Там у нас был тип Который наркоту продавал В школе В девятом классе Девочки Которые там Занимались Интересными вещами Ну и некоторые Там парочка Отличников И нам сказали Нам в учительской Сказали Вы Мы вам отдадим Этистат Но если вы в десятый Не пойдете Мне отдали эти стат Учитель мне говорил Но тогда ты в десятый Не идешь Чтобы не было У нас Я говорю Да-да Мне как раз Я после девятого Я в демку пойду На рефрижератор А буду в моря ходить Все Я пошел поступать Не поступил И вот я стою С этим аттестатом Не поступил Мне идти некуда Я прихожу в десятый класс Единственный из девятого класса Своего Из В класса Прихожу в школу Мне говорят Ты что Все Мы вас это выпустили Ну я по закону имел право Я тогда не знал этого Я просто с этим аттестатом Ходил три дня на уроки Три или четыре дня Ну прям долго ходил на уроки Заходил в разные классы Садился Мне учителя Иди отсюда Выгоняли меня с классов Я заходил в другой Садился Класс сидел на уроке Ну типа Надо меня взять Потому что мне идти было некуда Все Я с аттестатом Девятый класс Я понимал Что мне дальше хана Хотя тогда еще Сильно у меня чулдун не варил Что хана Но это было правильное решение И я хожу Меня выгоняют Выгоняют Просто хожу в школу Хотя мог не ходить И у моего брата Был классный руководитель Который брат моего учил И брат у меня хорошо учился И Учительскую меня завели И так Вот ходит Надо его не пускать Там что-то Орут на меня Она говорит Ладно давайте Я его Говорит возьму Классный руководитель В десятый Ко мне его запишите Я единственный Из своей класса Кто доучился До одиннадцатого В школе Со своего Она меня взяла В десятый класс Там уже я более Там плотно занимался Спортом У меня там Тренер был хороший Который уже начинал Нам в голову Нормальные вещи Там Скидывать И Я в десятом Нормально еще учился Слушал все Не тупил Там как То что мы делали В школе И я доучился До одиннадцатого класса Все получил Атестат Выпустился Поступил в ДВГТУ Уже тогда заниматься Начал КВНом На бюджет И нормально Все случилось А мог вот пойти Вот прям вот так Вот И что-то меня столкнуло Ходить в школу Просто буду Думаю ходить Они на меня орут У меня еще это прикольным Казалось честно говоря Не из-за того что Получу образование А прикол Типа Хожу В классы А ты себя ассоциируешь С Находкой вообще В целом Да я же всегда У меня же везде написано Ты же видел Я выступаю Я пишу город Находка Живу во Владе Но Вот этот локальный Патриотизм Во мне он все равно есть Потому что город Находка Очень красивый Люди там есть хорошие Есть плохие Сильно Притом такие вот Их больше чем во Владе Вот этих бандитов Знаешь Которые до сих пор Бандиты Йоу Йо-май-йо Вот такие вот Йоу-йо-май-йо Да Раб-бандит Йоу-йо-май-йо Everybody Рабчики А за что ты любишь Находку? Я считаю Что Я для себя так решил Во-первых Я там родился Я где родился Так как-то вроде учили нас Мне нравится Находка Внешне Там Есть родные люди Друзья И За что люблю Находку? Я считаю так У нас в Приморье Есть два города хороших Много городов Хороших Но два особенно Владивосток Это город Где Есть возможности Где молодежи Можно что-то делать Интересно проводить время И это для меня город Для молодежи Для каких-то возможностей Реализации себя Находка Для меня это город Где Круто жить семьей Это курорт Это нету пробочек Это есть работа Это Все времена года Зима-зима Лето-лето На лыжах покататься На море сходить И пляжи в Находке Для меня намного лучше Чем в Владивостоке Места лучше И типа для меня Это вот город С семьей жить Купить домик себе Квартирку У тебя есть там Какой-то бизнес Или работа Спокойно ездить Не нервничать Жить Растить ребенка Класс А учиться Заниматься тем Чем мы с тобой занимаемся Да там стендапом Это надо в Владивостоке Поэтому я их разделяю Вот так Там у меня живет мама Ей очень нравится тоже И я понимаю почему То есть Я не скучаю Что когда-то Когда мне станет больше лет Я приеду на ходку Буду Сидеть Кайфовать Играть В героев Ходить за грибами Рыбачить Я очень это люблю Не умею Рыбачить Но люблю Давай поговорим Про Про твою работу Почему ты говоришь О том Что ты уже не хочешь Вести мероприятие Ты перегорел Ну я Получается Если так посчитать Сколько веду Ты же помимо того Что ты выступаешь Стендапом Ты еще и ведешь мероприятие Да Веду мероприятие Хорошо Веду мероприятие Я так думаю Короче Вот ты отдыхал У тебя же есть отпуск Я знаю Ну есть да Ты летаешь куда-то Отдыхаешь Меняешь атмосферу Да конечно Я этого не делал никогда Ни разу А веду я 17 лет В совокупности Когда я начал вести И я почти Не отдыхал нормально То есть я в 2006 году По-моему Начал прям вести Вот выпускной С Ромой Ермаковым Он мне дал свой Костюм большой У меня был Трубы я Ввел выпускной уже Все это да Понеслось До этого уже вел Но это не можно Сказать Ну нельзя назвать Ведением Там что-то дискотеки Знаешь такое Ну мелочи короче И вот я не отдыхал Я думаю это с этим связано Я устал Немного устал От того что Ну я понимаю примерно Как оно будет Как люди От чего они посмеются Что надо сделать Чтобы они посмеялись Если они не посмеялись Я понимаю где я ошибся И ну приелось Нужно отдохнуть Наверное долго Я вот отдыхал полгода И за эти полгода Только укрепилось То что я пока не хочу вести Вообще Вообще пока не хочу вести То есть ты сейчас В ближайшие там полгода Ты ничего не вел Ну был период Где-то я полгодика Примерно не вел Да И у меня только укрепилось Что я бы вот хотел Стендапом Мне еще знаешь Что наверное не нравится Что надо вести конкурсы Вот надо вести конкурсы Надо делать что-то такое А я ну сам по себе Клево бы по-честному С ними работать Вести То есть разговаривать Подкалывать их честно Не говорить Да Виктор Николаевич Конечно Хочется сказать Виктор Николаевич Вы заебали Не пиздите Ну грубо говоря Так А так нельзя Вот на стендапе Так можно по-честному Что-то рассказать Поговорить А здесь я должен сказать Да Я заметил за вами такое Вы же сегодня Первое выпили Вот эта хуйня Не нравится То есть Когда берешь заказы Я даже Ну начинаю говорить Только я вот веду вот так Я вот такой вот Вам ну нужно Нет Я нашел для себя Момент Как вести мероприятия Отказаться от них Нельзя полностью Это хороший заработок Ты знаешь Я сделал так Есть ребята Которые ведут И я не отказываюсь От мероприятия Я веду какие-то там Мероприятия большие Где у нас есть партнеры Товарищи Я у них веду И есть более того В этом году мероприятия Которые я по договору Должен отвести Я их веду Все нормально Но я просто сделал Высший ценник И объясняю им Я проведу Но и ребята проведут так же Только это стоит столько Это в два раза дороже Ну хотите Давайте Пока такая схема Но мне точно надо отдохнуть Просто от этого А к чему ты стремишься дальше Что ты Ну ты То есть Твои творческие планы Никакие Мне больше нравится Творческий момент Выступления Номера То что можно написать Рассказать Смешно Повеселить людей Как-то Ну по-другому Вот это мне нравится Я хотел бы этим заниматься Не типа только стендапом Я бы с удовольствием Писал какое-то шоу Я бы в нем выступал Я бы его там Режиссировал Потому что Есть у меня в этом Все равно понимание С годами ведения Ты понимаешь Как люди реагируют Это же очень важно Я бы их провел Ну типа вот Занялся бы чуть-чуть Вот другой Чуть стороной Тоже ведение Но творческое Ну все Спасибо тебе Ладно, давай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому